Изменение бюджета Рязани – главный вопрос внеочередного заседания Гурдумы. И вопрос этот нешуточный, ценой в полмиллиарда. Именно столько привлек в регион в Рио губернатора Павел Малков из федерального бюджета. Понятно, что львиная часть этих денег для Рязани. На что они будут потрачены, уже тоже известно. Это закупка 10 троллейбусов. Отмечу, что новые троллейбусы в Рязань не поступали уже много лет. Это серьезное обновление парка коммунальной техники – 35 единиц. А значит, повышение качества уборки города от снега и мусора. Полученные средства нужно срочно направить на решение наших первоочередных проблем. А теперь непосредственно к цифрам. Доходы и, соответственно, расходы городской казны увеличены на 362 с лишним миллиона рублей. Почти 200 из них направят на ремонт 8 участков магистральных трубопроводов, 84 – на покупку жилья для детей-сирот, 50 миллионов – на благоустройство 25 дворовых территорий, еще 15 – на установку противопожарной сигнализации в 60 школах. Про Солочи тоже не забыли. 4,5 миллионов рублей – строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солочи, реконструкция здания станции со строительством станции водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания на объекте Окская очистная водопроводная станция, село Дядьково, улица Грачи. Еще один важный вопрос – приватизация участка так называемой «зеленой зоны» в местечке Агропром. После встречи Павла Малкова с местными жителями, как известно, продажу этой земли в Рио губернатора остановил. Там растут в основном дубы. Я выезжала в Агропром, доложила о результатах поездки в Рио губернатора Павлу Викторовичу Малкову. Он тоже побывал в Агропроме, пообщался с экологами и местными активистами. Эта заброшенная территория должна обрести новую жизнь, как современная «зеленая зона». Промышленные объекты здесь появиться не должны. Решение отменить все условия приватизации народные избранники поддержали единогласно, не задавая лишних вопросов. Максим Васильев, телекомпания «Город».